Живая память о героях в буквальном смысле в руках их потомка. Все вместе и никто не забыт. И вновь одно из главных событий праздника шествия бессмертного полка. Два года его не было из-за пандемии. И вот теперь миллионы людей по всей стране могут наконец выйти на улицы с портретами фронтовиков. Ведь как поется в известной песне, нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Ее память передается уже праправнукам победителей. В руках портреты дедов и прадедов, тех, кто с честью выполнил свой воинский долг и сохранил мир таким, каким мы его знаем. У меня портрет у Мадурия Вархануева, последний защитник Бестской крепости. Это я его внучатая племянница. И я считаю, что достойно его нести сегодня в бессмертном полку. Потому что тем самым мы сохраняем память, мы передаем этот опыт, эту достойную лепту нашим потомкам, чтобы они точно так же ценили наших предков. Те, которые нам создали вот эти условия, в которых мы сегодня живем, защитили нас от фашизма. Мы видим, что сегодня тоже фашизм развился в Украине, но благополучно мы его искореняем. И наши молодые воины нынешние точно так же с гордостью защищают страну, мир от нацизма. Я думаю, это очень важно. Это защитник Сталинграда Махмуд Хамхоев. Это человек, который вызволил из окружения Константин Константин Рокоссовский, наш военачальник. Он попал в окружение в Сталинградской битве. И Махмуд Хамхоев в составе 150 человек-разведчиков вывел его из окружения. Об этом в своих мемуарах написал Константин Константин Рокоссовский. Это герой, это человек-защитник Сталинграда. И я счастлива, что сегодня я могу пройти всего портрет. Махмуд Хамхоев, Лицом к лицу с эпохой акции «Бессмертный полк», на которую по велению сердца с каждым разом выходит все больше людей. В этом году она собрала порядка 10 тысяч человек со всей Ингушетии. Видно, что многие очень соскучились по этому мероприятию, которое из-за пандемии два года проходило онлайн. Сегодня взрослые, молодежь, дети, юн, армейцы, кадеты снова в строю. Дед Игорь Макшири Берснакиевич, 1914 года рождения, уроженец села Насаркорта, участник финской войны, также участник Великой Отечественной войны. В городе Белая Церковь получил тяжелое осколочное ранение. Кем тебе приходится? Дедушкам. Это мой прапрадедушка. Герой Великой Отечественной войны Туган Мальсагов, старший лейтенант, полутруг рот 343-й стрелковой дивизии 56-й армии. На портрете изображен султан Гирис Асламбекович. Родился он в 1914 году, участвовал в Великой Отечественной войне и не только. В 1938 году он окончил высшее военное училище. В 1939 году воевал в финской войне на должности комиссара конной армии. Там же он получил звание старшего лейтенанта. В 1941 году он ушел на фронт уже в звании капитана. Воевал он в Смоленске, имел много боевых наград разных степеней. А это про правнук. Какая гордость нам досталась от наших дедов на века. Мы в день победы эту радость поднимем высь под облака. Молодец. В заключение я бы хотел поблагодарить всех ветеранов. Спасибо вам, дорогие ветераны, за этот мир, за это солнце, за это небо. Счастья вам, дорогие ветераны, и долгих лет жизни. В рядах бессмертного полка сегодня и портреты погибших военнослужащих в ходе спецопераций на Украине. Они храбро и смело, так же, как и свои предки, отстаивали интересы Родины. Это мой племянник Таршкоев Илес. Он погиб, защищая свой долг на Украине, спецоперации выполнял. 30 лет ему всего было. Но он защищал нашу Родину. Интересы, честь. Чтобы мы жили мирно на этой земле, можно сказать. Чтобы без войны он положил свою жизнь, защищая нашу Родину. У каждого из тех, кто приближал победу, есть своя история, которая передается из поколения в поколение. История мужества, героизма и самоотверженности. В первых рядах Бессмертного полка сегодня и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Махмуд Али Макшалифович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с чем портретом вы сегодня вышли? Это родной брат младший. К сожалению, приемлемость у нас получается, что всегда у нас наши деды и прадеды, а сегодня и младшие отстаивают интересы нашей Родины, России. Поэтому я сегодня вышел, брат, который погиб в 2007 году, и теперь он вместе со всеми ветеранами той войны. Да и, наверное, сегодня очень важно, чтобы потрясающее поколение понимало, что не зря они свою жизнь отдали. Это будущее для нас, поэтому не важна, как в целом победа, ради чего она была, вот главное, ради чего. Она вот ради сегодняшней жизни, что мы сегодня живы, здоровы, растят детей мамы, папы там, да, вот. Мы продвигаемся вперед, развиваемся. Вот за эту обычную жизнь, человечную, мы вот сегодня идем. Президент нашей страны, верховный командующий, принял решение, и мы понимали, что если мы не остановим сегодня эту чуму, которая начала возрождаться в нашей соседней стране, мы должны были это сделать. И сегодня наши ребята тоже там находятся, как и со всей России, защищая наше опять будущее. Это опять испытание, что нельзя допустить ненависти, нерелигиозной по причине или национальной еще другим. Поэтому сегодня операция, которая проходит, она также, милитаризация Украины, она была усилена. Ну, вы сами все видят, наверное, насколько весь этот агрессивный мир, либеральный так называемый, вместо того, чтобы тушить, они туда еще больше подливают бензин, керосин, да, оружие. Вот. И все это направлено, чтобы остановить развитие нашей страны, остановить экономическое и другие наши успехи. Но это у них не получится. Поэтому сегодня приходится нашей молодежи уже внукам, правнукам отстаивать те же интересы, которые мы отстаивали в Великой Отечественной войне. Поэтому сегодня хочу сказать, что праздник 9 мая, и мы должны помнить всех теперь. И у нас те конфликты, где участвовали наши ребята, и сегодня находятся, мы должны просто поддерживать их. А память, она, когда есть, то тогда все, кто ушел, то они как будто бы с нами. Ингуши всегда отличались преданностью и любовью к своей родине. История помнит немало подвигов. Более 20 тысяч ингушей были призваны в ряды Красной Армии. 6,5 тысяч из них так и не вернулись в поле сражения. Практически на всех фронтах Великой Отечественной войны воевали наши земляки. Они защищали Москву, Ленинград, Брест, Сталинград. Участвовали в битве на Курско-Орловской дуге, битве за Кавказ. Это дедушка мой, он толовик. В предвоенные годы он жил в Кавказе, имел свои мясные лавки. Вот тем, кто рыл окопы у нас под Малгобеком, очень много помог. И сам он там был. Он не был фронтовиком, но он был толовиком. Он очень много сделал. И сегодня я посчитала нужным и возможным, чтобы в этом бессмертном полку сегодня мы присутствовали в память о моем дедушке. Потому что ковали свободу, ковали победу, они все вместе. Не было бы тыла, не было бы такой победы, которая сегодня, вот мы сегодня, вот 70 лет нашей победы. Спасибо им и низкий поко всем. Это ветеран Великой Отечественной войны, человек, который помогал, мама его помогала. Они рыли окопы, они помогали, мама его вязала носки для тыла. Он до последнего был предан, конечно, России, несколько лет назад его не стало. И я считаю своим долгом, я должна нести этот портрет бессмертному полку. То есть важно не забывать вот эту память, самое главное, да? Самое главное, ингуши всегда были патриотами большой и малой родины. Когда народ депортировали, они меняли фамилии и оставались на фронтах Великой Отечественной войны. И мы сегодня должны отдать дань своим предкам, родителям, братьям, сестрам. Еще раз доказывают на Украине наши ребята, что ингуши всегда были за Россию и вместе с Россией. Спасибо большое, спасибо. Я напомню нашим телезрителям, что в рядах бессмертного полка также работает и моя коллега Хава Газикова. Передаю ей слово. Да, Зелим Хам, здесь тоже очень много людей, которые отдают дань акции «Бессмертный полк». Участвуют как целые рабочие коллективы, это Росгвардия, администрация городов и селений, так и общественные организации, поисковый отряд, волонтерский центр, ингушское движение матерей России. Вот, например, здесь и председатель Союза художников Республики Ингушетия Муса Мартазанов. Муса, расскажите, чей портрет? Портрет своего дедушки, Хасана Саадоловича Мартазанова, участника Великой Отечественной войны. Человека, который после ранения оказался в запасе, но, несмотря на это, продолжал помогать и работал в тылу. Почтить память тех, кто ценой своей жизни ковал победу, до сих пор живы те, кто оплакивает потерю своих близких. Самыми страшными для страны последствиями стали его людские потери, миллионы погибших военнослужащих и гражданских. Яхиев Хасан Магомедович, участник Финской войны и Великой Отечественной войны. Участвовал, воевал, служил, значит, 191-й стрелковой дивизии, 330-й саперном батальоне. Умер героически, не сдав своих, значит, взорвал себя и немцев, и, значит, спас при этом целую дивизию. Это мой дедушка по матери, из Тейпа Аздо, писался он, Далаков Осман Даутович. Ну, с началом войны добровольцем настоял, броню с него сняли, ушел на фронт, в Астраханское военно-пехотное училище, на политработу. И в 43-м, предположительно, где-то в боях под Волгоградом пропал без вести. До сих пор числится пропавший без вести. На акцию съехали жители со всех уголков республики. Сунжа, Назрань, Малгабе, Карабула, география участников шествия обширна. Они приехали с портретами героических предков, чтобы они снова встали в победный строй. Ася Порчиева уже и сама бабушка. Она с гордостью несет портрет своего деда, ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы, битвы за Кавказ, Тугана Мальсагова. Я считаю, это очень красивая память за тех героев, которые нам подарили жизнь, благодаря которой мы живем в великой стране, с которой обязательно будут и считаются. Я думаю, что благодаря таким акциям мы выживем, если мы будем нашей молодежи правильно показывать, что мы должны гордиться. Ирак и Гантемиров каждый год чтит память Казимулы, участника Великой Отечественной гражданской войны. В 1943 году он зачитал на арабском языке «Газоват от имени ингушского народа». Это единственный случай на территории Советского Союза, когда весь народ объявил «Газоват» немецко-фашистским захватчиком. А есть ли гордость за своего родственника? Конечно, конечно. Мы должны гордиться не только своими родственниками, мы должны гордиться всеми теми ингушами, которые участвовали в этой Великой Отечественной войне. В рядах бессмертного полка миллионы человек по всей России. Это уже целая армия патриотов, благодарных потомков, прославляющих историю своей страны. Они несут память о вечно молодых, мужественных офицерах и солдатах, сражавшихся с нацизмом. «Мне кажется, вот с моими внучатыми племянниками и с племянниками родными, это, по-моему, самое малое, что мы можем сделать для тех, кто эту войну нес и победил, кто участвовал в начале и в конце, или с самого начала до конца. Мне кажется, это очень важно. Это самое простое, что мы можем делать. А если еще по-мусульмански, садов действительно нет». «Историческая память – чрезвычайно важная составляющая любого народа, и уж тем более государства. Память Великой Отечественной войны, победа в Великой Отечественной войне – это событие, которое определило судьбы многих народов». «Наши предки сделали нам мирное небо над головой, за что им огромное спасибо. Я думаю, это прекрасный праздник – отметить День Победы. Великий праздник, думаю, для всей нашей страны. Вот в связи с этим мы вышли вместе со своим коллективом в поддержку». «Каждый из них несет не просто фотографию, а целую историю сражений, потерь и побед. Быть может, когда-то эти солдаты шли рядом друг с другом в последний бой – за Родину. К сожалению, с каждым годом бессмертный полк пополняется, и наш долг – не только помнить и гордиться, но и брать пример с тех, кто подарил нам мирное небо». Шествие завершилось у площади Алания. Зелимхан Калоев, Хава Газикова, Акрамат Десхоев, Магомед Дедигов. Новости 24.